Сегодня я хочу говорить об очень важной и нужной теме. Тема называется «Ропот». Важная тема, да? Знакомая тема. Потому что я думаю, что все мы в этом участвуем. Аминь. Вы хорошо живете. Вам не на что роптать. Это мы как-то недовольны всем в жизни. Это весело началась тема. Но на самом деле, это, можно даже сказать, любимая наша тема. В каких-то моментах. Потому что мы все любим это. Мы все умеем это. Мы даже бываем профессионалы в этом. Знаешь, я загуглил. Что такое ропот? Ропот — это недовольство, выраженное в приглушенной форме. То есть, сказанное тихо. Хотя бывают и другие формы. Но в основном, это тихое проявление. Когда это происходит внутри нас. Когда что-то кипит внутри нас. И мы обсуждаем это внутри нас. Мы думаем об этом. Мы говорим об этом внутри нас. Но, знаешь, когда это продолжается долго, потом это начинает выходить из наших уст. Но я хочу показать из Библии, что это очень опасно. Мы, люди, порой перестаем бояться грешить. Когда мы один раз делаем что-то и не получаем по рукам, мы думаем, опа, один раз прокатило, второй раз тоже прокатит. Это, знаешь, как ребенок, который хочет сделать плохое и смотрит на родителя, какая у него реакция будет. И, знаешь, порой, когда второй, третий раз все хорошо. Знаешь, мы начинаем смелеть. Мы становимся смелыми в этом вопросе. И мы с каждым шагом переступаем определенную грань. В наших поступках. Если раньше мы не позволяли себе ничего, то чуть-чуть позволили одно слово. Потом два-три. Потом предложение. Потом мы уже пишем рефераты. Защищаем диплом. На эту тему. Но на самом деле. Это очень опасно. И Библия нас предупреждает об этом. Что ропот разрушителен. Что в ропоте ничего хорошего нет. Давайте откроем Библию. Это книга чисел. Тринадцатая глава. Не забывайте скачивать Библию. Это очень важно. Амин. Это очень важно. Иметь Библию. И плюс читать ее. Это еще важнее. Тринадцатая глава. Вы знаете все хорошо эту историю. Когда были посланы с оглядатой. Посмотреть землю обитованную. И потом они возвращаются. И с двадцать восьмого стиха. По тридцать четвертый. И рассказали ему и говорили. Мы ходили в землю, в которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Но народ, живущий в земле, то есть силен. И города укрепленные весьма большие. И сынов инаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли. Хитей, Евусей, Амарей живут на горе Хананей. И живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокоивал народ перед Моисеем. Говоря, пойдем и завладеем ею. Потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним. Говорили, не можем мы идти против народа сего. Ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они рассматривали. Между сынами Израилем. Говоря, земля, которую проходили мы для осмотра. Есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы из Полина, сынок, иначе их. От из Полина рода. И мы были в глазах наших предоставленных, как Саранча. Такими же мы были в глазах их. Да, ухам. Без ми уедит, им, коже, Ганаш, царазит, куэн. Мигуавлина, да, нам дула, 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 Игрзеда, тапли. Да, аха, ик, ауури, хейли. Огон, злиерий, халхи, цхоробс, им, коже, Ганаши. Калакебиц гамагребулио, бута, цялтедиди. Ганакийц, нашир, ничь, нанахет, ик. Амалеким куэдробц, негебиц, кой, анаши. Хетелни, ибуселни, дам, аморевелниим куэдробен, тепши. Холлу, канаа, анаэлни, дам куэдробен, иксгуй, спирачи, дам, иорданес, ана пироевзе. Калакебиц гамагmid, калакalkи, мусим комjęтиз, Субтитры создавал DimaTorzok Мы видим историю, когда Моисей посылает заглядатаев, чтобы они осмотрели эту землю. И знаешь, они возвращаются, все они видели одну и ту же картину, но реакция совсем другая. Два человека, Халев и Иисус Навин, они говорили совсем другое, но те остальные, видя ту же самую картину, они говорили реальные вещи. Они говорили то, что видели. Но знаешь, не всегда то, что мы видим, это правильно. И это от Бога. Значит, порой мы говорим о реальности, начиная с нашей жизни, заканчивая всем остальным. И мы говорим об этом. Потому что это увидели наши глаза. Но у тех твоих тоже были глаза. И они тоже говорили эту реальность. Но продолжение было совсем другим. Да, правильно. Там живут великорослые люди. Знаешь, очень интересно. Но Господь про этих великорослых людей ничего не говорил. Там была только первая часть. Что там течет молоко и мед. Хорошие пляжи, все прекрасно. Я думаю, если Господь нам все будет говорить. Может быть, мы туда и не пойдем. Но знаешь, главное, что то, что говорит Бог. Это истина. Аминь. И если Бог говорит это, то это возможно. И знаешь, для тех двоих это не было проблемой. Это не было неожиданным сюрпризом. Может быть, они удивились. Но они сказали. Если Бог сказал нам. Я уверен, что это происходило там. Когда они видели все это. Знаешь, они победили там же. Потому что они вспомнили Слово Божье. Если Господь сказал нам. Тогда мы возьмем это. У нас всегда есть выбор. Но знаешь, те остальные. Они не помнили Слово Божьего. И когда они вернулись. Они говорили. Да, там течет молоко и мед. Но есть большая проблема. Но есть большая проблема. Там живут очень большие люди. Там столько врагов. Там столько врагов. Что у нас ничего не получится. И знаешь, они начали говорить это. Они не приняли решение. Они не приняли решение опереться на Слово Божье. Просто они приняли решение раптать. Знаешь, у нас есть Слово Божье. И у нас есть всегда выбор. Встречаясь с трудностями в нашей жизни. Или мы ропшим. Или мы говорим Слово Божье. И если это так, то у меня обязательно получится. Но знаешь, порой нам легче раптать. Мы вообще убираем Бога оттуда. Как будто Бог вообще ничего не может. Как будто Он немощный. И мы думаем, что если мы будем говорить это негативное, то все будет как будто хорошо. Ну знаешь, я не знаю, как вы, но я заметил. Когда я так делаю, ничего не меняется. Скажу вам, еще хуже становится. И знаешь, написано, что они распространяли худую молву. И число 14 глава начинается так. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ночь. И раптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы и все общество. Сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской. Или умерли бы в пустыне сей. И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча. Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвращаемся в Египет. История продолжается. Знаешь, написано, что когда народ услышал это, они вопль подняли. Всю ночь плакали. И потом начали раптать на Моисея и Аарона. Знаешь, мы говорим о Божьем народе. Скажи, сегодня речь обо мне. Мы говорим о верующих людях. Знаешь, такие же, как мы. И эта история про нас. Знаешь, они начали раптать на Моисея и Аарона. Для чего вы вывели нас из Египта? Для чего Бог нас вывел из Египта? Чтобы нас в этой земле убили. И знаешь, они начали говорить глупости. Поверь мне. Когда мы открываем свое сердце для робота, мы начинаем говорить глупости. Потому что мы ясно понимаем, что Бог не для этого вывел свой народ. Бог вывел свой народ для того, чтобы везти в землю обитованную. И знаешь, Бог не сказал, ну, может быть, у вас получится в эту землю. Бог сказал, я даю вам эту землю. Она ваша. И точно так же, Слово Божье это да и аминь. Для каждого из нас не имеет значения образования, не имеет значения возраст. Если Бог сказал, что это твое, значит, это у тебя получится. Аминь. Потому что те двое, они говорили, у нас получится. Они не сказали, что мы должны попытаться. Нет, мы возьмем эту землю. Потому что Господь с нами. С ними Бога нет. Но со мной Бог. И поэтому у меня получится. И когда ты принимаешь решение, глядя на вот такие плохие обстоятельства, поверь мне, тогда приходит победа от Господа. Не потом. Не я поплачу, я порапшу чуть-чуть, а потом приму решение. Эти двое приняли решение там, будучи в земле Ханаанской. Потому что они не смотрели на сынов иных. Они смотрели на своего Бога. Аминь. Аминь. Давайте пойдем дальше. Первое царство. Извиняюсь, давайте откнуем посланник евреям. Третья глава. С 15 стиха. По 19. Доколе говорится ныне, когда услышите глаз, его не ожесточите, сердце ваших, как во времена робота. Ибо некоторые из слышавших возраптали, но не все вышичи из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет, ни на согрешивших, ли которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверием. Ну, Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, тут написано Доколе говорится ныне, когда услышите голос его Не ожесточите сердец ваших Как во время робота Оказывается, когда мы слушаем Слово Божье Мы можем ожесточить свое сердце Потому что мы оцениваем, нравится это слово нам или не нравится Оно по моему сердцу или не по моему сердцу Но знаешь, Библия говорит, когда ты слышишь голос Божий Не ожесточите своего сердца Так, во время робота, который мы читали Знаешь, и мы видим Написано, ибо некоторые из слышавших возроптали Они услышали голос Божий И знаешь, в них поднялся робот Потому что им не понравилось это слово Но написано Некоторые Это очень важно Дальше написано Не все слышавшие Тай Бог, чтобы мы были в числе тех, которые не робщут Я говорил, что робот — это недовольство Тогда мы питаем себя Неправильными вещами Тогда мы слушаем или смотрим И всегда оцениваем то, что видим Мы должны быть очень осторожны Какая наша реакция Что происходит внутри нас Какой бунт поднимается внутри нас Потому что у этого всего есть последствия На кого же негодовал он 40 лет Про Бога написано Не на согрешивших ли, которые кости пали в пустыне Против же кого же клялся, что они войдут в покой его Как не против непокорных И так видим, что они не могли войти за неверием И смотри, в этих трех стихах есть три вещи И Бог оценивает это так Что робот Другими словами, это непокорность И другими словами, это неверие Потому что когда мы робщим Мы не понимаем, что мы робщим против Бога Потому что мы не хотим понять волю Божью в этой ситуации И нам легче говорить что-то негативное Потому что этого требует наш ветхий человек Он любит это Он любит роптать Он любит идти против Бога И Иисус говорит, это непокорность Потому что когда мы робщим, мы не хотим слушать Бога Мы не хотим исполнить Его волю А когда мы не покорны Третье, что сказал Иисус Это неверие Они не могли войти из-за неверия Померьте мне, неверие не позволит нам Войти в Божью землю и в обитование Божье И вот поэтому порой бывает Что мы крутимся на одном и том же месте Аминь Как евреи в Египте Так в пустыне А из-за своего ропота Из-за своей непокорности И из-за своего неверия Они остались в пустыне на 40 лет И Господь сказал Что те, кто остались в этом Я клянусь, они не войдут землю обитованную Но войдет новое поколение Войдет молодежь И значит, так и произошло Те, кто не захотел измениться Написано Их кости остались в пустыне И у нас есть выбор Где мои кости будут Мои кости останутся в пустыне Или я шутки войдут в землю обитованную Знаешь, что такое неверия? Откуда приходит вера? Кто скажет? Слава Богу А слышание откуда приходит? Ага Значит, соответственно Неверие Это когда нет Слова Божьего Я конкретно скажу Нет откровения Когда нет откровения Там нет веры А откровение что такое? Откровение Это познание о Боге Аминь Потому что когда мы Кто получал откровение здесь? Слава Богу Остальные из миллионов я знаю Когда ты получаешь откровение Ты познаешь Бога Какой Он? Это есть цель откровения Показать тебе Бога То есть, другими словами Неверие Это незнание Бога Аминь Когда мы не знаем Бога Что такое ропот? Мы боимся чего-то Мы не доверяем Богу Мы не верим, что то, что Он сказал Это сработает сейчас Мы не верим, что Бог Может сработать очень быстро Потому что мне это нужно сейчас Мы ставим сроки И когда у нас не получается Потому что Библия говорит Без откровения свыше Народ не обуздан И когда нет в нашей жизни откровения Мы бегаем Вот как этот, извиняюсь Мустанг Дики Из-за нашей необузданности Потому что Лишь бы бежать Но знаешь, когда его обуздывают Тогда ему дают направление И он уже бегает целенаправленно И точно так же в нашей жизни Когда откровение приходит Почему Давид говорит Что Слово Твое Свет стезе Мои Пути Моему Потому что Когда есть откровение Я вижу перед собой Бога И я вижу, куда мне идти И тогда я уже бегу Но бегу с целью Аминь И поэтому очень важно Когда мы имеем общение Со Словом Божьим Когда у нас Слово Божье везде И в телефоне И у кровати А не только по воскресеньям Аминь Давайте откроем еще одно местописание Это первое царство Первая глава С четвертого по восьмой стих Это история про Анну Про маму Самуила Это история близка нам В тот день, когда Элкана Приносил жертву Давал Феннане Жене своей И всем сыновьям ее И дочерям ее части Анне же давал часть особую Так как у нее не было детей Ибо любил Анну Более нежели Феннану Хотя Господь Заключил чрево его Соперница же ее Сильно огорчала ее И побуждая ее к ропоту На то, что Господь Заключил чрево ее Так бывало каждый год Когда ходила она В дом Господень Та огорчала ее А это плакала И сетовала И не ела С третьим стих И не ела Не будь финаной. Но в жизни каждого из нас появляется вот эта финана. Или в образе человека, или в образе ситуации. Потому что написано, что она раздражала Анну. Потому что была большая причина. Особенно для иудейки. Потому что бесплодие это считалось проклятием. И знаешь, она всегда кусала ее. И знаешь, это раздражало Анну. Это было больно. Потому что она надавливала на больное место. И написано, что она раптала. Раптала на то, шестой стих, что Господь заключил чрево ее. Знаешь, ропот. Видите, он ведет к Богу тоже. Порой мы ропщим на Бога. Господь, ну ты же знал. Или как евреи говорили, зачем Он вывел нас. Чтобы убить. Господь, зачем ты сделал так. Зачем ты допустил это. Почему это произошло так. Почему так. А не так. И знаешь, это продолжалось какое-то время. Я не знаю точно срок, когда это все началось. Но факт, что это продолжалось в какой-то период. И она постоянно раптала. Хотя написано, так бывало каждый год. Может быть, что-то длится в твоей жизни годы. Что вызывает ропот в твоей жизни по отношению к Богу или по отношению к чему-то. Но я, как всегда, я говорю, что это всегда выбор. Это выбор. Что я буду делать. И знаешь, она раптала для себя. Она, может быть, никому не говорила. Но этот ропот был внутри нее. Восьмой стих. И сказал ей Элкана мужу, Анна. Она отвечала ему, вот я. И сказал ей, что ты плачешь и почему не ешь. И от чего скарбит сердце твоё. Не лучше, как лия для тебя от десяти сыновей. И знаешь, девятый стих. Анна принимает правильное решение. И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме. И встала перед Господом. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души и молилась Господу. И горько плакала. И дала обет, говоря, Господи, всемогущий Боже, Савауф, если ты презрешь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей и дашь рабы твою дитя мужского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его. И вина и сикера не будет он пить. И бритва не коснется головы его. И встала, что она приняла решение перестать раптать. И пойти к Господу. И встать перед Богом. И принести обещание Господу. Что если он даст ей дитя мужского пола, она посвятит его Богу. И знаешь, или священник, который был в те времена там, он видел ее, подумал, что она пьяная. Потому что она молилась сердцем, но ее уста чуть-чуть лепетали. И знаешь, он разозлился на нее. Но когда она открыла ситуацию свою, 17 стих. И отвечал или и сказал, Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она же сказала, Да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой. И ела. И лицо ее не было уже печально, как прежде. Знаешь, когда ты принимаешь правильное решение. Знаешь, есть место, где высвобождается Слово Божье. И это в его присутствии. Когда ты принимаешь решение, больше не раптать. А просто прийти туда, где есть откровение. Прийти в правильное место, Господу. Знаешь, Бог имел Слово, и в 17 стихе Бог высвободил это Слово. И знаешь, почему? Откуда я знаю, что это Слово Божье? Потому что она ушла оттуда совсем другая. Потому что свою проблему и свою нужду она оставила там. И написано, лицо ее больше не было печальным. Она вышла победителем. И я уверен, даже если бы это финансово, она продолжила бы что-то говорить. Ей было бы все равно. Потому что здесь у нее была победа. Потому что здесь она имела Слово от Бога. И в 20 стихе мы видим, что она получила результат. И у нее родился Самуэль. Аминь. Победа есть в Господе. Аминь. Слава Богу за это. Знаешь, любая ситуация, которая происходит в нашей жизни, она всегда нас будет побуждать, для того, чтобы мы раптали на Бога. Может быть, даже этот человек будет. Но поверьте мне, где-то в глубине мы будем обижаться на Бога. Почему он допустил, что этот человек появился в моей жизни? Я же служу ему. Почему это произошло так? Я же столько делаю. Почему произошло так? Я скажу вам, что иногда мы очень много о себе думаем. И даже позволяем себе, исходя из того, что мы много служим, выговаривать Богу. Как будто он наш слуга. Что я служил тебе столько. А знаешь, он что может тебе ответить? А я свою жизнь отдал для тебя. А вот теперь поставь на весы. Если бы он в своей жизни не отдал бы для тебя, ты даже секунды не послужил бы ему. И то, что мы делаем для него, столько лет, поверьте мне, это капля в море. Потому что Бог подарил мне вечность с Ним. А это нельзя считать. Ни временем, ни финансами, и ничем другим. Поэтому не упрекайте Бога. Мы не должны упрекать Бога. Нашими финансами, сколько мы жертвуем. Знаешь в Библии, что написано? Когда ты сделаешь что-то, скажи, Боже, я раб ничего не стоящий. Я сделал то, что должен был сделать. Вот это наше сердце перед Богом. И если Бог допускает что-то в нашей жизни, у тебя есть выбор роптать, конечно. Никто не запретит тебе этого делать. Но у тебя есть выбор стать и прийти к Богу и молиться до тех пор, пока ты не получишь Слова от Него. Я уверяю, Бог не будет думать, какое же Слово сейчас Ему послать. Это Слово, оно ждет уже нас. Когда мы придем в правильное место. Когда мы придем в Его присутствие. И когда мы скажем, Боже, я откладываю все. Я хочу услышать Тебя. Когда что-то меняется вокруг нас. Когда правительство меняет законы. Это наша любимая тема. Начинается робот подниматься по всей стране. Ну, мы сегодня говорим о нас. Хочется поговорить об этом. Хочется обсудить иногда порой эти нехорошие законы. Знаешь, я прочитал одну историю. Она мне очень понравилась. я хочу прочитать ее вам. Это как притча, как история. В одной стране жил царь. Вечером переодевался в простую одежду. И ходил по улицам города. Ему интересно было, как люди жили. И вот проходя по одной улице, он увидел в одном доме веселье. Окна были открыты. Был стол накрыт. Сидел один пожилой человек и прославлял Бога. И царя очень заинтересовала и он решил зайти к этому человеку в гости. И этот человек сказал проходи дорогой садись, гость это дар Божий. Царь спросил его в чем дело, что ты празднуешь? Он говорит, у меня обычный день. Днем я работаю сапожником, чиню обувь. Вечером я помогаю бедным и чиню их обувь, не требуя платы. Если кто из них пожелает отблагодарить меня монетой, я не отказываюсь. сегодня я возвращаюсь домой, на все вырученные деньги я купил эти продукты. Мой Бог такой добрый и заботливый, мне хорошо и весело, и поэтому я его Бога. Вечером подойдя к тому же дому царь с трудом поверил своим глазам. он он как он и он опять он и хвалил Бога. Царь держит меня в своих руках и дает мне мудрость. И сегодня он помог мне прожить. Наш царь справедлив и следит за тем, чтобы никто не уклонился от уплаты налогов. Он своим указом наложил запрет на работу сапожников без лицензии. Утром я пришел на работу и прочитал указ. Я подумал, что же делать лицензии, ведь у меня нет. И тогда я решил, что буду черпать из колодеза воду и разносить ее людям. К вечеру я заработал достаточно денег и снова зашел на рынок и купил себе еды. Мой Бог заботится обо мне. На следующий день царь издал новый указ. чтобы запретить распространение инфекций, запрещалось разносить воду по чужим домам. Каждый мог черпать воду из колодца только для себя и своей семьи. Вечером царь видит знакомую картину. Окна открыты. Горит лампа. Звучит хвала Господу. И старик кушает еду. Царь снова зашел и спросил, как ты сегодня прожил? О, мой Бог заботится обо мне. Ответил старик. И вновь дал мне мудрость. Я даже не знал, что у нас такой добрый царь. Теперь он заботится, чтобы никто не заболел и запретил разносить воду по чужим домам. Ну и как же ты спросил царь? Бог мой дал мне мудрость, я решил пойти в лес и носить дрова. И вот у меня снова есть еда. И он знает все и может заботиться обо мне. Тогда царь воскликнул. Я без силы. Нельзя выбить основания из-под ног того, кто доверился Богу. Чтобы довериться Богу, так как этот старик необходимо хорошо знать его. Знаешь, когда ты доверяешь Богу, когда ты знаешь Бога, поверь мне, тогда тебя не пугает, ты даже на царя не обижаешься. Наоборот, ты говоришь, какой он хороший, слушай. Но знаешь, вместо этого мы переключаемся на царей и упускаем то благословение, которое Бог имеет для нас. Потому что у Бога есть мудрость для тебя и для меня. В любой ситуации не без меня ситуации. Аминь. Потому что Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. И если ты доверишься Ему, у Бога столько возможностей для того, чтобы благословить нас, для того, чтобы позаботиться о нас, потому что Бог своих слов на ветер не бросает. Я хочу прочитать последний стих. Это филиппийцам вторая глава. Это филиппийцам вторая глава. с 14-го по 16-й стих. Филипп Элта Ористот Хмэти. Все делайте без робота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди сраптивого и разращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержать слово жизни к похвале моего День Христов, чтобы я нечетно подвязался и нечетно трудился. Амин. Библия говорит, все делайте без робота и сомнения. Потому что Господь есть благословляющий. Потому что это и отличает нас. В этом мире мы чем-то должны отличаться. Амин. От этого мира не раптать, но быть всегда радостным и веселым. верой верой. Не всегда этого хочется. Не всегда вроде это возможно. Чисто по-человечески. Но с Богом все возможно. Амин. Амин. Так что давайте будем принимать правильный выбор. Потому что он благословляет правильный выбор. И у Бога есть всегда правильное решение. Сейчас, через несколько минут, мы будем принимать хлебопреломление. Но я хочу, чтобы мы вместе помолились. Если в твоей жизни был ропот, если в твоей жизни было это недовольство, оно бывает. Начиная с меня. И знаешь, Бог не сказал, что этого не будет. Но для Бога важнее для Бога не было шоком то, что Адам согрешил. Поверьте мне, Бог не был шокирован. Но для Бога было важно, какое решение он сейчас примет. Бога не шокирует то, что мы грешим. Но это не к тому, чтобы мы продолжали. Но для Бога важнее, что мы сейчас делаем. Какова будет наша реакция? И знаешь, я хочу предложить молитву покаяния, что если у тебя был робот по отношению к Богу, по отношению к какой-либо ситуации, в церкви, за пределами церкви, не имеет значения. Поверь мне, если он в церкви, это не значит, что это святой робот. Робот, он везде робот. Аминь. Давайте просто слоним наши сердца и просто примем решение, как Анна. Не роптать, а просто прийти к Богу за своими ответами. И знаешь, когда Бог отвечает, что делать. Поверьте мне, тогда мир приходит в твоё сердце. Тогда ты уже знаешь, куда тебе идти, что делать. Аминь. Халилуйя, чудесный Господь. Мы приходим к тебе. Ты знаешь наши сердца. Ты знаешь нашу жизнь. Господь, мы просим, прости нас. Если мы роптали наши жизни, роптали на людей, роптали на тебя, прости нас, Господь. Во имя Иисуса Христа очисти наше сердце от всякого недовольства, от всякой непокорности, от всякого неверия, что мы не доверяли тебе, что мы не знали тебя в этом вопросе. Господь, дай мне откровение в той ситуации, в которой я нуждаюсь, во имя Иисуса Христа, чтобы в этой ситуации я видел тебя, чтобы в этой ситуации я последовал за тобой. Во имя Иисуса Христа освободи меня от всякого недовольства, от всякого бунта, от всякой непокорности. Прости меня за это. Прикоснись к моему сердцу. Пусть твой мир наполнит мое сердце. Пусть мой мир наполнит мой разум. Пусть твои мысли станут моими мыслями. И твои пути моими путями. Во имя Иисуса Христа я открываю свое сердце для твоего слова. Я принимаю решение, что я его приму таким, какое оно есть. и не буду оценивать принимать его или не принимать. Дай мне твое слово во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя за то, что ты очищаешь меня, за то, что освобождаешь от всякого рода робота по отношению к моим братьям или сестрам. Господь очисти меня. Я хочу стоять перед тобой таким, каким должен быть. Во имя Иисуса Христа Господь мы благодарим тебя за твою кровь и за твое тело. Без этого нас не было бы здесь. Без этого нас не было бы здесь Господь. Спасибо тебе за твою жертву. За то, что ты перетерпел до креста и на кресте. Спасибо за эту жертву. За то, что мы не были достойны. Но ты сделал нас достойными. И ты дал нам честь называться твоими детьми. Господь, мы открываем наше сердце для тебя. Спасибо за каждую каплю. В имя Иисуса Христа. Я прошу, возьмите за руки. И просто благодарите друг за другом. Халлилуйя, Господь. Чудесный Бог. Мы благодарим тебя друг за другом. За то, что мы есть друг у друга, Господь. За то, что ты объединил нас в одно тело. Спасибо тебе, чудесный Бог, за то, что излил твою любовь на нас и в нас. Дай нам еще больше ценить друг друга. Во имя Иисуса Христа. Благослови каждого из нас. Халлилуйя, Господь. Своим присутствием, своим словом, и мы с благодарением принимаем, потому что вспоминаем то, что ты сделал для нас. До дня твоего пришествия. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Халлилуйя. Халлилуйя. Халлилуйя.